Прежде чем я вам расскажу пару упражнений на улучшение произношения, давайте разберемся с темой видео. Многие хотят избавиться от акцента, но как бы грустно это ни было, от акцента невозможно избавиться. Все дело в мышечной памяти нашего артикуляционного аппарата. Господи, выговорила! Но не все так плохо. Акцент можно уменьшить благодаря нескольким способам. Первое и самое важное правило это умение слушать. Например, вы можете просто включить какой-нибудь интернет, радио на польском и заниматься своими делами. В то время как ваш мозг как бы в фоне будет запоминать произношение каких-то слов, даже если вы не понимаете смысла. Еще очень помогают песни, потому что когда слова пропеваются, мы слышим полутона самого звука. Кстати, про песни я уже делала отдельное видео, посмотрите и ссылка внизу в описании. Например, все тот же Давид Пусягу. Второе правило. Обезьянничайте. Просто дома возле зеркала можно вот себе покривляться, но почему бы нет? Это и вам поднимает настроение и как бы и вы делом по сути занимаетесь, да? И после этих двух правил вылезают, так сказать, проблемные буквы, с которыми нужно работать. У русскоговорящих это Ч, 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 Т, Л, О, Ч. Вот наша белорусская, у меня сейчас белорусы вот поймут такое Ч, которое вот сказал, сделал, Щ, Ч. Представьте, что вы на вечеринке и звонит мама. Буква Т на барабане. Казалось бы, что бы могло быть проще, но поляки Т произносят как бы с придыханием. То есть, если мы говорим Т, то у них это будет Т. И самое интересное, Л, О. Здесь нужно немножко включить такую девочку-столицу, и все вот это вот уже просто вот идет изнутри. Ну и последняя буква наших фонетических трудностей это И. Все же как бы просто должно быть, но в сочетании с другими буквами тут немножечко есть подковырка, потому что, ну, например, возьмем вы ма вяще, то есть мы не говорим вы ма вяще, а как бы вы ма вяще. А еще вашим верным помощником будет переводчик. Гениально, Фатя, гениально, 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 никто до этого не додумался. Нет, ну просто я про то, что в некоторых переводчиках есть функция воспроизведения слова, и переводчики как бы растягивают. Произносится это слово в замедленном действии. Ну, например. Слышите? Ну и самое важное и эффективное правило это скороговорки. Серьезно, мне страшно. Давайте, все. Раз, два, три. Бзык, бзык, знад бздуры, сбзикованы бздуры, бзык, бздуры, бздурства, бздуже над бзуром, взахбай, дуży, бзык, бздуры, бздур, не бзык, а позбзикова и ма бзика. Рэм! Блин, это очень сложно. И задание со звездочкой. Господи, как я ненавижу это скороговорку. Серьезно! Я уверена, что у вас лучше получится. Если вы будете делать какое-то из этих упражнений каждый день, то ваше произношение будет становиться всё лучше и лучше. Так что главное – это постоянство. А вообще, по акценту не парьтесь. Не надо стесняться, главное – говорить и практиковаться. А я надеюсь, вам это видео поможет. Спасибо за просмотр и до субтитров. Милого дня, забыла сказать. Всё, теперь пока.